Дорогие друзья, мы с Галей сопровождающие. А вот у нас сегодня пациенты под камбой ведем. Наша семейная врач попросила, чтобы я их привела. Двух беглянок. Она говорит, что что-то их давно не видно. Надо их на учет, наверное, поставить. Я не знаю для чего, короче говоря, сказала наша врач. Учете уже много лет. Она хочет, может, поновить, я пиздану. Наверное, данные надо поновить, я не знаю. Сейчас все узнаем. Сейчас узнаем. Сниму. Нет, сюда смотри. Так ты там покажи. Вышли. Уходи. И пошла. Да, пошли. На лифте поедем или пешком пойдем. На третьем этаже. Добрый день. Добрый день. Да, пошли на лифт. Все, заходите. А это я. Всех виталий. Дорогие мои друзья. Что сказали? Двери зачиняются. Такая больница. Не больница, а поликлиника. Да, поликлиника. Поликлиника. Каневская. Каневская больница. Каневская поликлиника. Сейчас я вам покажу. Так. Что-то тишина сегодня. А по времени? Сколько, Тамара? Время, который час? На сколько? На 9.40? У тебя на 9.40, а у Светы на 10. Или наоборот, я не знаю. Уже 38. Все. Конвой довел. Она говорит, не узнала. Юрьевна, забылась. Меня вообще, наверное, забыла. Я еще по времени Харла. Нет. Она уже забылась, наверное, Тамаре. Она, Тамаре, говорит. Она говорит, меня до Натальи Юрьевны. Она не узнала Наталью Юрьевны. Как она ходит, да? До своей. Ой, ты зайди. Не, я чего буду заходить. Ну, что, я вчера была у нее. Здесь делают прививки. Сейчас вам покажу. Здесь детям делают прививки. Медсестра уговаривает. Здесь детский уголок, видите? Здесь дворик такой. Плачет, а сам говорит, дякую. Дякую. А, гибискус цвятят. Добрый ранок. Гибискус цвятят. Бутончики. Почти на каждой веточке. Бутончики. Вот еще. Ага. И вставать не захочешь. У меня такие стулья, как там некоторые. Ага. А здесь так все современно. Мне еще нравится. Самое главное, по времени, что не надо тратить время. Не надо по времени, да. Ну, она вчера сказала, если экстренно, то можете даже без времени прийти, да? Ну, тогда уже там очередь пропустить, ведь приходите. Будь патриотом. Говори украинскую. Доброе. Что-то Тамара долго. Чего она в тебе сошла? Ой, а с этой стороны виды какие с этого кабинета. Мальчик за прививку конфетку получил. Он идет уже довольный. Какой довольный? Засупленный? Да? А нет, а я ему говорю, о, герой, он такой идет, довольный. За прививку недовольный, да. Ничего, зато в следующий раз может будет думать о конфетке. Все поликлиники, вот такие вот дезинфицирующие средства развешены. Света, все, иди. Ну, что? Профилактический осмотр пройти. Дала направление на анализы сечи, мочи и флюораннофлюлографии. Сегодня можете пойти, говорю. На анализ крови завтра в рамках с утра. И завтра сдать профилактические мероприятия. Наши организаторы. Проходим в профилактику. Сказала. В 1,6. И не пропадать. Ругала? Гинеколога. Да, сказала, почему гинеколога. Уже больше двух года прошло. Пройти к гинекологу еще. Треба. Поняла? Не пропадать тебе сказала. Да, не пропадать. С этими, со всеми. Анализы будут у меня. Я все-таки, я уже буду их. Главное вам сдать их. А все остальное ко мне придет. А сейчас Света больше всех получит. И ее больше всех нет данных. Не выросла, да. Не выросла. Проверяла? Метр 71. Ага. Так, да? Проверяла? Я все проверила. Рост, вес. И... Давление проверила. О, кстати, мне тоже... Вчера мерила. У меня 120 на 80. У тебя тоже? Да, отлично. Ага. Я говорю, как хочешь? Я говорю, у меня нет проблем, поэтому я... Мне можно. Все равно он приходит. Да. А ты сказала за рефлекс? Я сказала, она сказала со всеми анализами, какие булы. И думаю, она приходит. Я сейчас к ней зайду, тогда спрошу. Я не помню, когда последний раз сделала. Нет? Я наводала. Отсюда, смотрите, какой вид. Вот с этой стороны лучший вид. Идут делать прививку. Ты помнишь, что я тебе буду игрушку покупать потом? Мальчик говорит, да. Тоже другой мальчик. Уже более взрослый. Понимаем. А, Света? А прививку делать, понятно. Что тебе сказали? Прививку делать? Какую? Отстолбнику. Ага. А вчера она с меня смеялась. Говорит, какой столбняк, прививка. А сегодня сидит, как мышка, смотри. Сейчас покажу. Кто вчера смеялся надо мной, чтобы отстолбнику прививку делать? А сама попалась. После прививки решили поиграть. Отзывы, пожелания. Двери такие широкие. Мне нравится. Самые главные виды с разных сторон. Очень красивые. С той стороны на море, как показала. Ну, что сказали? Анализы сдаю завтра с утра. Сегодня на флорограмму сейчас идем. Ну, то же самое. То же самое, что и тебе, да? Рост, что сказали, какой рост у тебя? Метр шестьдесят восемь. Да? А я уже не помню, они мне мерили. Я не помню. Но это же был давно. Да, и был. У меня тоже давно. Я год назад. Метр шестьдесят восемь так и остался. Не выросла, да? Сколько вес? Не смеял? Нет, я же давно уже, где-то месяца два назад приходила. Месяца прибавила. Сколько? На десять килограмм веса прибавила. Ого, Света. Было шестьдесят четыре, стало семьдесят четыре. А Тамара похудела, да? Тамара, ты похудела, да? С прошлого года или как? А я не знаю. А она что, взвешивала? А, не было, в прошлом году не взвешивала? Да, я не взвешивала. А Света говорит, поправилась на десять килограмм. Десять килограмм с двадцать килограмм. Ой, мама всю жизнь переживала, что ты такая сильно худая и что ты не поправляешься. Сейчас бы мама радовалась, что ты поправилась. Да. Идем на флюрограмму. У меня тоже вот листик на флюрограмму. Спустились. Подождите Свету, она же потеряется. Мышь, как всегда. Ходишь. Симпатичная, да. А как же беляши здесь самые вкусные. Но мы правильно в ту сторону направляем. Да, да, да. Здесь самые вкусные беляши и пирожки. Люба, ты только о еде и думаешь. О чем думать? Только о еде. Ну, даже если Света на десять поправилась, тогда уже, Тамара, все. Надо как-то это думать. Что думать? Не о беляшах? Да, да. Ну, беляши, зайдем, да? Галя, что тебе сказали? Я тоже пригласила. Она же, она забыла. Я в прошлый раз ей рассказывала, что я уже все прошла. Ага. Слышишь, Галя, где ты, Николай, еще и сюда надо пришли. Так надо записаться было. А что это мы ушли? А мы чуть не записались. Надо было записаться. Да, там надо записаться и регистрацировать. Угу. И тебе тоже помогут? Да, всем. Всем вам проехать. Я просто локтическая уже прошла. Прошла? Она, короче, отметила, а то опять будет спрашивать тебя. Она заглянула, ага, все. Небольшая очередь образовалась на флюорографию. Пока это мы запишемся, пойдем до гинеколога. Здесь можно вот присесть и подождать тоже. Потолок. Сразу, когда вы ходите здесь, церковь, сразу же можно зайти и помолиться. Вот отдельный вход. У кого COVID-19, можно сюда заходить отдельно. Со всеми люди здесь вот могут присесть. И здесь изолятор, видите? Здесь проверяют уже. Людей берут анализ на COVID. Все отдельно. Это заходить с той стороны и с той стороны. А это именно для пациентов с COVID. Со знаком ГРВИ. Ну, если даже гриппом болеет, отсюда проходит. Потому что, когда я в прошлый раз звонила, они говорят, у вас температуры нет? Я говорю, нет. Ну, когда записывалась до врача семейного. Я говорю, нет. Они говорят, а температура? Я говорю, тоже. А кашля? Я говорю, нет. Ну, тогда идите с главного ухода. Все, успели записаться на завтра, но после обеда. Все пуговицы растерлили, а одна одну оставила. Все готовились раздеваться сходу. Ага. Говорит, не надо раздеваться. А я думаю, ну, как это не надо? Там железка сзади. Вот это. Ага. А я тоже. Распределили, руки в бок и все. Я вообще в шоке. Оказывается, не надо раздеваться. Все новое. Оборудование новое. Все прошли. Да. Буквально две секунды. Ага. А я говорю, а бусы снимать? Она говорит, нет, бусы не надо снимать. Ничего вообще, говорит, не снимать. Остановитесь, говорит. И буквально секунда, да? Да, секунда и все, выходите. Только на запись больше уходит нас. Да-да, записывали. Она в компьютер вводит. Ага. А я тут тоже. До чего техника дошла и до чего мы дошли. До техники. Она говорит, вставайте. Я говорю, раздеваться не надо? Не надо. Мы ей додоели все равно. Да-да-да. Видишь, как давно мы не были в поликлинике, что мы не знаем, какой рентген. Галя, ты знала, что такое рентген? Ой, флюорография. Ты не знала, что такое флюорография? Видимо, вообще недавно, да? Ну, год, наверное, назад. Год не были. За этот год новые технологии. За два года, может быть. Да? Тут вороки не было. Вот. Да. Вот интересно, когда они эту завезли. А раньше, раздевайся, вставай. Время сколько идет. Время сколько, да? Поэтому очень быстро просаскивать. Да-да-да. Самши тут растут. Мне так нравится, что все... Да, народу было много. Я думала, вы не успеете до 11 перерыва. Технический перерыв. Мы думаем, не успеем. А тут чух-чух-чух. Всех. Все вылетают. Все вылетают, да. Не мы вылетаем. Так, ну что, состоятельные кроты, куда едем? Да-да-да-да. Мы все. Куда скажете? Да-да-да. Мы свои, мы свои дела сделаем. Ой, а мне надо босоножки забрать. Сейчас поедем. Я дала на ремонт свои кроссовки, помните? А, вот эти надо купить еще на ночью в стакане. А, да. Здесь какая красота, посмотрите. Можем вообще на улице все сидеть, ждать. Зелень. Тихо, красиво. Покажу вам и туалетную комнату, как правильно мыты руки. Здесь показано. Такое мыло. Здесь полотенце. Для вытирания рук. Туалетная бумага. Светлая все. Красивенькая. Всем дали нам мочу. Завтра сдавать. А мне нет. Я сама попросила. Говорю, дайте я мочу сдам. А, и медсестру я спросила. Говорю, скажите, пожалуйста, когда... Сейчас нажимаю. Когда, говорю, это оборудование. Посвящу, говорит, года нет. Какое-то новое такое оборудование. Если при воздушной тревоге нельзя пользоваться лифтом. Так, первое. Рух вниз. Рух вниз. Вы зачиняете. Так что, видите, оборудование даже еще года нет. Рух и поврех. Ну, современный. Вы зачиняете. Мы с вами и туда, и обратно. Вы на перший? Кофе вот заказали. Сейчас делают нам эти бодеры. Стаканчик написано. Мы тут любим кофе покупать. А я забрала свои босоножки. Видите? Вот помните, я вам показывала в стиральной машине стирала. У меня все вот так вот отлепилось. Или машинка у нас не та, или что, не знаю. Кофе сейчас здесь попьем. И поедем домой уже. Все, все дела мы сделали? Все. Ну, все, тогда едем. Ну, все. Ну, да. А вот смотри, вынесли столики. Я, наверное, всегда рано приезжаю, что столики никогда вот там вот возле зонтика там никогда. Всегда пусто. А сегодня, видишь, поздно. Сейчас уже сколько? Это сколько мы часов проходили? Одиннадцать, да? Ну, одиннадцать зараза. Одиннадцать. Можно вон на берег Днепрад? А мы в девять сорок приехали. Это что, за час мы все прошли, получается, да? А еще же мы пока по магазинам полазили. Чего за час? А, ну прошли-то, да? Да. Все успели, слава Богу. Пьем бадеры, кофе и едем. Заслужили. Заслужили. Да, Велеская молодец, да? Сказала, види... Сонночка стоит. О, сюда. Погреться надо. Уже, наверное, скоро не будет солнца. Скоро уже прохлада начнется. Так просто не сидится. Надо, Любе, обязательно снять все показать. Идемте вместе со мной. Покажу Днепр. Давно уже мы не смотрели на Днепр. С вами. Ох, жара начинается. Сегодня до 30 градусов, обещают. Я буду пить кофе и любоваться Днепром. Пока нет воздушной тревоги. Я вам весной, зимой показывала, когда здесь все видно так. А летом вот так. Среди зелени. Картина на Днепре. Даже рамка из листьев деревьев. И виден Днепр и облако. Облака. Нам предстоит еще один день. Походить. Профилактики. Посмотрите, как прошили красиво, да? В Каневе быстро. Вчера я сдала, мне сказали, через два часа уже приходите и забирайте. Там целая мастерская. Чтобы прошить, они взяли 200 гривен. Несу домой. И тут вспоминаю, что я им, по-моему, без шнурков давала. Они мне новые шнурки вставили. За 200 гривен. Да ну, надо, наверное, заехать спросить. Надо было, может быть, заплатить. Ну, что, ничего не сказала, отдал все. А я и забыла, что я без шнурков отдавала. А теперь вот шнурками. За 200 гривен еще и... Света, представляешь, шнурки даже, новые, смотри. Я не забыла, я, кажется, без шнурков. Ты без шнурков сдавала? Да, я без шнурков сдавала. А это, ну, что такое? Ну, новые, видно, что новые. Ага. Ну, новые, видно, что новые, да? Еще и прошили, еще и... Еще и шнурки. Еще и шнурки, и 200 гривен. И сервис. Не говори. Ничего же не сказал, если бы сказать, что доплатил. Ну, нет, за шнурки. И вчера он мне сказал, 200 гривен. Я говорю, ну, нате, возьмите 200 гривен. А сегодня я пришла, говорю, я за кроссовки. Он мне отдал, и все. А я сейчас смотрю, думаю, я же вроде бы... И смотрю, что новые шнурки. Я покупала, дома есть у меня. Ну, я думала... Ты представляешь, тоже не дешевые? Ну, да, шнурки тоже не дешевые. А что же он мне не сказал, что доплатить или еще что-нибудь? Ну, еще внутри только этот... Куплю, вот эту подкладку куплю, и все. Надо туда ходить. Да. Вообще они качественно делают. У них оборудование света. Они так быстро это делают. Уже после пяти часов. Приходите, говорит, заберете. Я говорю, не, я завтра приду. Не спешите, говорю, я приду завтра. А они, смотри, сегодня со шнурками. Какие молодцы. Вот это сервис. Вот это в Каневе у нас мастера. Что поликлиники, что сапожники. Просто золотые руки. Мужут растянуться. Немножко, конечно, стянулись. Ну, я думаю, что они растянутся. А так они мне как тапочки были, вот эти кроссовки. Но я за шнурки удивляюсь. Интересно так. Шнурки. Шо значит Канев, да? Все здесь классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова